И если че, название не для кликбейта, смартфоны реально для бабушек. Котаны, всем привет, меня зовут Ника Прохорчук, и скорее нажимайте лайк и подписку, кто этого еще не сделал. Спросили меня в инсте, Ника, а какой смартфон купить бабушке, желательно кнопочный? Я сначала посмеялась, а потом поняла, что ничего не знаю про кнопочные недорогие телефоны. Сколько стоит, что сейчас умеют, как они выглядят вообще? На нашем сайте раздел так и называется, бабушка фоны. Вы можете найти здесь много вариантов. Я выбрала три, от самого недорогого до лухури бабушка фона. А можете поверить, что телефон сейчас может стоить чуть больше 10 долларов. Мне лично было очень сложно, пока я не взяла в руки и не убедилась, что он действительно не игрушечный. Итак, сегодня у меня три смартфона из разных ценовых категорий. Самый дешевый Sigma, чуть подороже какой-то ноус и симпатичная, но совсем дорогая Nokia. После тестирования этих телефонов меня накрыла ностальгия. Я все время вспоминаю, какие классные и разные телефоны были раньше. Как мы набирали смс-ки с помощью 12 кнопок, скачивали себе рингтоны и перекидывались по блютуз картинками. Вряд ли это, конечно, понадобится вашей бабушке, но можете поностальгировать вместе со мной. Так что же сейчас умеют кнопочные телефоны? Ну, в принципе, все то же, что и флагманские модели. На самом деле нет. Давайте по очереди. И начнем с самой дешевой модели. Это малюсенький Sigma. Над дизайном видно, что старались. Сочетание красного и черного цветов в пластиковом корпусе это прямо сильно. Зато красный телефон легче найти в квартире. Мой любимый элемент – ушко на верхней грани. Я подозреваю, чтобы продеть шнурок и носить на шее, как раньше, помните? Не менее любимый элемент – красивая кнопка SOS на крышке смартфона. Кстати, это действительно съемная крышка, а под ней съемный маленький, но гордый аккумулятор на 1000 мАч. Когда вы видели такой в последний раз? Но вернемся к кнопке. Шутки шутками, а для людей элегантного возраста это полезная штука. Да и вам будет спокойнее из-за своих бабушек и дедушек. В настройках нужно вбить экстренные номера телефонов и ввести шаблон сообщения, которое будет отправляться при нажатии кнопки. Считаю эту штуковину мега полезной. Погнали дальше. На передней панели у нас еще больше интересного. Кстати, вы обратили внимание на магию разблокировки телефона. Как в старое доброе. Я так понимаю, что создатели телефона пытались максимально упростить его использование. Например, вынесли на переднюю панель отдельные кнопки для радио, SMS, аудио и будильника. Это удобно, потому что не нужно бегать по меню. Единственное, что может не понравиться твоей бабушке, для включения радио нужно подсоединить гарнитуру антенну, иначе не работает. О, кстати, тут еще и фонарик есть, ну, чтобы в погреб за солениями ходить, например. Из полезного слот для карты памяти и два слота для сим-карт. И тут я реально понимаю, что это оправдано, потому что бабушки и дедушки будут звонить всем своим внукам с разных операторов, чтобы экономить. Кстати, морочиться с обрезанием сим-карты, как для этих ваших новомодных смартфонов, не нужно. Все по старинке. Огромная симка. Ой-ой, тут же еще и камера есть. Качество фото вполне достойное. С первого взгляда очень сложно отличить фото, сделано на Huawei P30 Pro или на Sigma. Еще один плюсик в карму смартфончика – крупные цифры на кнопках. Бабуля оценит. А мы едем дальше. Бренд смартфона, о котором я впервые слышу. Оказалось, что это польская компания, которая пока более известна своими видеорегистраторами. Это уже трубка посолидней и стоит в два раза дороже. Зато смотрите, какой тут огромный экран. Диагональ 2,8 дюйма, ТФТ-матрица, разрешение 240 на 320 точек. Красота. Слушайте, а можно я перепрыгну сразу на самое интересное? Спасибо. Смартфон за 23 доллара с функцией пауэрбэнка. Емкость аккумулятора этой модели 3200 мАч. Во-первых, с таким экраном и без интернета он проживет неделю не меньше. Во-вторых, тут есть полноценный USB-разъем, от которого можно заряжать другой смартфон. Если предыдущие две модели мне понравились своими фишками, то Nokia сильно нравится мне внешне. В первую очередь из-за цвета. Есть еще, кстати, белая и черная модели. Стоит она по сравнению с этими смартфонами очень дорого, 50 долларов. Но зато это уже серьезный девайс. Вроде бы по характеристикам практически ничем не отличается от предыдущей модели. Та же матрица, тот же объем памяти, камера 0,3 мегапикселя. Две симки, возможность вставить карту памяти, но есть важный нюанс. На этом смартфоне можно подключиться к интернету. Уже есть предустановленный браузер. А еще можно поиграть в игры. Даже асфальт есть. Я решила провести несколько дополнительных тестов, чтобы сравнить все три смартфона. Вот так вас будет слышно, если звонит с телефона Sigma. И вот так вас будет слышно, если это Nokia. Так голос будет звучать с телефона Note. На каждом телефоне я поставила будильник. И сейчас мы проверим, кто кого перекричит. Главное, напоминать бабушке, чтобы переворачивала телефон экраном вниз. В каждой модели динамик находится на задней панели. Сигма оказался самым тихим. Ноус на втором месте. А вот самым крикливым оказалась Nokia. С таким будильником бабушка точно не пропустит свой любимый сериал и уследит за борщом. Во всех трех смартфонах есть радио. Я решила оставить его включенным на всех телефонах на пару часов и проверить, насколько разрядится каждый из них. Сейчас все заряжены на 100%. Но потом мне сказали, что радио не особо тянет батарею. И раньше, когда я пешком под стол ходила, автономность смартфона проверяли разговорами по телефону. Сигма может выдержать 4 часа в режиме разговора и 7 дней в режиме ожидания. Ноус с его огромной батареей продержится до 200 часов в режиме ожидания и больше 30 часов в режиме разговора. Nokia выдерживает до 18 часов в режиме разговора и до 19 дней в режиме ожидания. Сравнивая эти три телефона, я выбираю Nokia за подключение к интернету и внешний вид. Но согласитесь, что он няшка. Но если ваша бабушка не очень-то прогрессивная и ей нужно только звонить, то подойдет ноус. Большой экран, громкий динамик, батарейку держит неделю, еще и другие устройства можно заряжать. А вот если важны дополнительные плюшки, типа кнопки SOS и отдельных кнопок под радио и сообщения, плюс огромные цифры, то берите, пожалуйста, сигму. Спасибо за ваши просмотры и лайки. А скоро будет ролик про смартфоны за 100 долларов. Я пошла пока текст дописывать, а вы можете оставлять мне комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok